Полгода назад у меня появились редкие советские колонки электроника 15S214, полочники, скопированные с колонок техник с SBF3. И звучание мне их не устроило. То есть колонки стоят, ну, сравнительно недорого, там, 3000 они стоили. Но звучание у них вроде бы ничего, но в каком-то диапазоне довольно едко и прям ушам больно, короче. Я считал, что это ошибки копирования, так как эти колонки скопированы с импортных, я сложил, как бы, эту вину на... что плохо звучит на разработчиков, так как фильтры тут несколько отличаются внешне. Но оказалось, что причина даже не столько в разработчиках, сколько в сборке. Об этом я узнал вот спустя полгода, они у меня лежали, эти колонки. Тут я их решил сейчас немножко подмарафить. Внутри там, короче, прочистил магнитный зазор у пищалки, раньше я этого не делал, и она зазвучала лучше. То есть, по крайней мере, тот неприятный звук на стыке СЧ и ВЧ, он исчез. И вот я это записал тоже в том числе на микрофон, там АЧХ, там видно, что такой был пик. Это я еще тогда, еще осенью даже видел. Но я тогда думал, что просто неправильная ошибка полос там или что-то, инженерная типа ошибка. На самом деле ошибка сборки, так как в магнитном зазоре в пищалке, видимо, была стружка, которой я иголочки вычистил, и теперь стало лучше. Но пока что я только в одной колонке это сделал, вот которая с надписью 25, она прочищенная, а которая без надписи, та не прочищенная. И та звучит значительно хуже. Я в нее даже пока еще там не лазил. И вот предоставляем возможность сравнить. А в конце видео будут уже какие-то более подробные выводы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА